друзья всем привет это заметки на полях расскажу вам как прошел сегодняшний день сегодня мы работали в городе васильевка запорожская область здесь такая странная ситуация вроде бы тихо мирно миленький городок но здесь 10 километров до фронта и периодически что-то прилетает слышно канонада вот и город сам по себе немножко такой удивительный потому что он как будто находится на холмах и нет вообще многоэтажек то есть по сути весь город это такой частный сектор вот очень удивительно хотя я помню когда знаете мы искали людей домах вот там мариуполь северодонецк рубежная лисичанск всегда было как-то вот удобнее искать в частных домах я прям помню как мы ходили по этим улицам искали стучались заходили искали находили вот у меня в общем то такие воспоминания именно с частным сектором там всегда выходило как там проще найти людей вот сегодня благодаря содействию с администрацией мы поездили по людям вот потому что как вы знаете на таких территориях очень короче своя особенность работа с местным населением тут несколько аспектов и то что линия фронта находится рядом на целом то что люди некоторые как бы бояться как-то очень осторожно общаются на камеру ну потому что вы знаете опыт и харьковской области например да и люди как бы не все готовы рассказывать о своих проблемах о своей жизни своей истории вот но сегодня мы посетили замечательных жителей васильевки основном конечно это люди преклонного возраста бабушки которого которым прилетел снаряд дом вот которым что-то разбило вот они показали это все рассказали рассказали как живут конечно всегда очень прям общаясь со стариками у меня прям сердце разрывается потому что вот она сидит еле ходит там ходит на палочках на ходунках вот осталась она одна как-то вот у нее там дети живут в другом месте его дома по сути она одна каждый раз так как-то грустно тоскливо мало ли что случится даже рядом знаете надо может кого-то не оказаться потому что мало того что она живет одна так еще и соседи многие повыезжали ну конечно к таким бабулькам приходится сработники привозят им гуманитарную помощь помогает с документами с лекарствами здесь кстати васильевки вообще нет проблем с гуманитарной помощью многие местные жители даже говорят что ее избыток и что они наелись скажем так вот с оформлением документов пенсии все в норме все работает вот и сегодня заехали там на ферму к людям которые держат порошков у них какая-то особенная порода что у них шерсть очень тонкая и вот у них тоже случилась беда на их ферме прилетел снаряд стоило и к сожалению погибло там около 1000 голов не смогли спасти животных потому что где-то заблокировались двери некоторые барашки не хотели их невозможно было вытащить потому что они оставались со своими детишками маленькими вот и в общем 1000 голов погибло осколками посекло и технику и соседние здания сооружения которые относятся к этой ферме вот конечно очень грустно и обидно когда так случается особенно когда гибнут животные вот конечно хозяевам тяжеловато особенно сейчас холодная холодные времена наступают скажем тогда всегда не хватает сена зерна ну какая-то помощь конечно таким людям необходимым может быть кто-то откликнется кто-то поможет вот поэтому мы сегодня тоже с ними пообщались поснимали и знаете зачастую наши сюжеты действительно людям помогают мы же не только просто там показываем да как люди живут рассказываем истории не просто снимаем красивое кино эти сюжеты действительно зачастую очень помогают людям ты можешь озвучить какой-то вопрос какую-то проблему даже возможно что-то попросить многие люди наши зрители действительно откликаются приезжают помогают если могут приехать сами там просит нас переводе там средства либо сами что-то покупают ну если это какая-то не такая вот адресная помощь на уровне документов и так далее многие озвученные вопросы очень скоро как-то решаются каким-то способом вот поэтому ну очень сложно конечно людям объяснить которые не хотят сниматься и давать интервью что это может не только в минус сыграть как они думают да вот что их покажут прилетит снаряд что там еще что-то случится что озвучивать такие проблемы разные проблемы на телевидении действительно можно добиться результата сколько раз было что люди стучались во все двери там местных властей и они говорили мне мариян вот ты наша последняя надежда и действительно когда мы делали нашу работу журналистскую потом очень быстро эти проблемы как-то решались ну не как-то они как бы я знаю как они решаются и сама в этом принимаю участие стараюсь помогать людям вот так что ну и приходится вот с людьми проводить такую знаете работу что они вот все как бы без камеры высказываются что вот это у нас вот так он плохо ля 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 тополя я говорю так вы расскажите на камеру говорю что вы мне тут выговаривать не-не-не на камеру я не буду вот поэтому приходится на с людьми проводить воспитательную работу они соглашаются ну и потом благодаря за то что их вопросы решились вот так что не бойтесь камеры не бы не бойтесь обращаться журналистам вообще каким-то медийным людям потому что иногда так случается что что-то где-то выстрелит наберет много просмотров кто-то нужный из людей посмотрят этот репортаж этот сюжет и обратить на это внимание это проверено это работает вот так что не бойтесь этого вот и потом мне местные жители рассказали что васильевки есть за парк но это не совсем за парк он как бы так официально называется на самом деле это реабилитационный центр для животных экзотических которые знаете раньше например были в цирке которые вот но любят знаете вот всякие там интересные богатые люди дарить друг другу каких-то экзотических животных и как бы ты с ними поиграешься вначале да а потом ну хищного животного невозможно держать дома они у всех нет возможно не у всех есть возможность его держать в хороших условиях и как бы вот в таких ситуациях эти животные попадают в этот реабилитационный центр там такой замечательный человек александр всем этим занимается он действительно этим всем болеет ну я даже не хочу сейчас все рассказывать я хочу чтобы сами все видели услышали мы сняли его в сюжет для моего телеграм-канала на самом деле удивительное место очень красиво и визуально потому что он по профессии архитектор и вот он там сам своими руками вместе женой с дочкой делают ландшафтный дизайн всякие скалы где у них там тигры лазят львы очень много животных и львы и тигры и медведи обезьяны собаки господи как же они волкодавы назывались ирландские что ли просто какие-то удивительные псы выше меня ростом очень классно очень мне понравились дикобразы господи кого у него там только нет вот и животные ну вот действительно ухоженная очень красивая шерсть у них такая блестящая потому что очень даже часто бывает так чтобы за парк приходишь вот животные какие-то знаете какие-то неопрятные вот кого-то за ними не ухаживают здесь конечно видно что человек это делать душой с любовью что для него самое главное этих животных обеспечить ему либо хорошую старость да вот после всего того пройденного пути там либо с цирком либо там с плохим отношением но всех истории разные как бы тут дело такое просто чтобы эти животные жили хорошо даже в таких условиях когда обстрелы когда чего-то не хватает вот конечно очень много нужно мясо животным как-то он сказал чуть ли не 270 килограммов в день в день чтобы кормить всю эту араву вот так что помощь помощь конечно этому реабилитационному центру животных экзотических очень нужна я думаю финансовая и с кормом с кормом наверное это самое главное вот поэтому если кто-то хочет помочь может помочь обращайтесь попробуем связать вот там помощь вообще лишним не будет в общем вот так мы провели день он очень был долгий насыщенный интересный и конечно животные добавили в них такую приятную составляющую вот очень устала пойду уже отдыхать вот так что всем спасибо большое что остаетесь со мной подписывайтесь на мой телеграм-канал марьяна батьковна это мой единственный телеграм-канал всех люблю целую всем пока